Здравствуйте, я в новостях. Дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Довича. Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. Только в электронном виде. Часть кировчан больше не будут получать бумажные квитанции от налоговой службы. Расписание вообще не поддерживается. Иногда стоишь по часу, по 40 минут, не знаешь, где это самый автобус. Старые машины, плохие дороги и неудобное расписание. В городской администрации обсудили вопросы транспорта. Поток машин больше становится. Требуются. Город растет. Станет безопаснее и светлее, поскольку обойдутся бюджету изменения южного обхода. В Кирове выделили 24 участка, где могут появиться платные парковки. Об этом сегодня рассказали в администрации города. Сейчас специалисты разрабатывают нормативно-правовую базу для реализации проекта. Таким способом власти хотят разгрузить улично-дорожную сеть города и решить проблему с хаотичной парковкой. В планах, кроме закрытых стоянок, сделать и открытые. Они должны появиться на обочинах дорог. Правда, сколько будет это стоить, пока неизвестно. Рассматриваются варианты от 20 до 80 рублей за час. Оплатить услугу на таких парковках можно будет тремя способами. Наличным и безналичным расчетом, а также переводом средств с помощью мобильного телефона. В качестве пилота стартуем от привокзалки. Комсомольская 40К. Там будет реализован проект. При этом предполагаем, что при реализации проекта от месяца до полутора месяца в тестовом режиме она будет работать для того, чтобы потенциальных пользователей приучить без внимания оплатой. В дальнейшем, соответственно, будет тарификация по тарифам, которые будет устанавливать муниципальное образование города Кирова. Не только автолюбителей, но и пешеходов в этом году ждут изменения. Помимо платных парковок, в администрации города сегодня обсудили и в целом развитие транспортной инфраструктуры Кирова. Что нового мэрия готовит для гаража? А также какие проблемы волнуют пассажиров и работников общественного транспорта? У них самих спросила Анастасия Шерстнева. Такой черный шлейф – ноу-хау кировских автобусов. Пассажиры говорят, что во время поездки нередко приходится терпеть едкий запах. Но Любовь Алексеевна рассказывает, что эти неудобства еще можно вытерпеть. Лишь бы решились более серьезные проблемы. Водители автобусов говорят, что всему виной плохие дороги. Из-за их состояния приходится больше думать о сохранности транспорта, нежели о расписании. Конечно, зависит, сколько колес-то порвали. Лишняя нервотрепка на дорогах, трясешь, едешь, как к стерильной доске. Вот к северной больнице, тут вообще ничего не сделано. Что они тут сделают? Раньше было вообще по весне, так едешь, то видишь, колеса отпадут. Я как символически говорю. А вот водитель Александр Тычинкин работает на 54-м маршруте уже полтора года. Состояние его автобуса, говорит, хорошее. По подсчетам мужчины, машине чуть более 10 лет. Однако поверить в это сложно. Кузов проела ржавчина. Обновлять, конечно, надо автопарк. Но пока нет возможности, видимо. Так улучшаем состояние. Поддерживаем автобусов и все. Развитие транспортной инфраструктуры сегодня обсудили в городской администрации. Однако говорили не о проблемах, а о перспективах. Начальник отдела транспорта отметил, что теперь некоторыми банковскими картами можно будет заплатить за проезд. А с сентября школьники смогут купить билет в кино с помощью транспортной карты. О проекте, о котором мы тоже говорили, по поводу, соответственно, мобильного приложения для телефонов. Программу достаточно будет скачать на свой телефон с тем, чтобы, соответственно, баланс транспортной карты возможно было проверять путем прикладывания карты непосредственно к вашему, соответственно, смартфону. И это еще не все новшества. Теперь ожидание автобуса для кировчан будет не таким скучным занятием. С сегодняшнего дня бесплатный Wi-Fi стал доступен на остановке Театральная площадь. В течение июня эту услугу подключат и на других, так называемых умных остановках Кирова. Кроме того, бесплатный интернет этим летом появится и в общественном транспорте. Пока он есть только в 10 автобусах. На южном обходе Кирова от разворотного круга до поста ГИБДД появятся не только отбойники, но и освещение. Напомню, работы по установке ограждения там начались больше месяца назад. А вот когда закончится и сколько это будет стоить, знает Екатерина Зубарева. Рабочая, тяжелая техника и различные дорожные знаки. Все это автомобилисты и пешеходы наблюдают на южном обходе города ежедневно. Участок от разворотного круга до поста ГИБДД, по данным полицейских, один из самых опасных. Только за прошлый год в авариях здесь погибли 8 человек. Снизить количество ДТП поможет барьерное ограждение. Посчитали стражи порядка и чиновники. Отбойники решено было установить на отрезке дороги в 6 километров. Данные мероприятия позволят решить комплекс проблем, накопившихся за время эксплуатации указанной автодороги. В том числе по обеспечению безопасности для всех участников дорожного движения на данном участке. Изначально по проекту было предусмотрено, что после установки отбойников останется 3 разрыва барьерного ограждения, чтобы машины могли развернуться. Однако по требованию ГИБДД решили оставить только один здесь, в районе поворота на ТЭЦ-5. Кстати, скоро здесь появится новый светофор. А ещё здесь должны появиться два подземных пешеходных перехода и освещение. Если поделить 6-километровый отрезок дороги, где идут работы, на два участка, то на том, что ближе к посту ГИБДД фонари появятся не только по краям проезжих частей, но и на разделительной полосе. Сейчас для этого рабочие там кладут асфальт. Безопасность пешеходов и автомобилистов, которые подчас сами нарушают правила дорожного движения здесь, разворачиваясь не там, где нужно или переходя дорогу, не убедившись в безопасности, обойдётся областному бюджету почти в 116 миллионов рублей. Закончить работы по установке ограждения и освещения должны уже в августе. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвича. В Кирове очередной случай убийства семейной пары Ларисы и Дмитрия Митяевой найдены мёртвыми в одном из гаражей. Напомню, родственники погибших начали бить тревогу ещё 7 июня, когда супруги перестали выходить на связь. К делу подключилась полиция. В итоге в ночь с 8 на 9 июня Митяевых с огнестрельными ранениями нашли в одном из гаражей на территории областного центра. По версии следствия, 7 июня с Митяевыми встретились двое, судя по всему, знакомых мужчин. Под надуманным предлогом они заманили мужа и жену в гараж и там расстреляли. От полученных ранений Митяевы скончались на месте. Затем мужчины попытались скрыться, но правоохранителям удалось оперативно установить, где находятся злоумышленники. Обоих задержали. Решается вопрос о заключении их под стражу. По одной из версий, супругами расправились из корыстных мотивов. Мужчины задержаны. Произведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, патроны, а также автомобиль. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы. Следователь готовит кратайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Эксперты получили результаты анализа 80 проб воздуха, почвы и воды в районе объекта Мородыковский. Контроль окружающей среды в санитарно-защитной зоне бывшего завода по переработке химоружия. По словам специалистов, ведётся сейчас постоянно. Результаты анализа свидетельствуют, в случае превышения концентрации каких-либо опасных для жизни веществ зафиксировано не было. В настоящее время на объекте идёт переработка отходов, образовавшихся в процессе уничтожения химоружия. До конца этого года 208 детей-сирот в Кирове получат новые квартиры. Об этом сообщают в администрации города. В настоящее время новые дома для сирот возводятся в микрорайоне Ленгасова по адресам улицы Октябрьская 45 и улица Гражданская 33. В доме по улице Октябрьской будет построено 108 квартир, причём все в чистовой отделке. По улице Гражданской будет 100 квартир. Срок сдачи дома – 25 декабря этого года. Как заверяют власти, при строительстве этих домов были учтены недочёты, допущенные ранее. Фундамент дома на Гражданской подняли на метр, чтобы избежать просачивания грунтовых вод в подвал. Также в домах смонтированы усиленные системы вентиляции. Завтра в городе пройдёт сбор вещей для детей, которые находятся на длительном лечении в медучреждениях области. Эта благотворительная акция проводится Ассоциацией медицинских сестёр уже несколько лет подряд. Обычно она приурочена ко дню защиты детей. Для маленьких пациентов собирают одежду, игрушки, констовары и спортивный инвентарь. Сбор вещей будет организован в пятницу возле памятника на площади Конева с 10 до часа дня. Сейчас прервёмся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Только в электронном виде. Часть кировчан больше не будут получать бумажные квитанции от налоговой службы. О безопасности, коррупции и новых методах работы. Что нового узнали зарубежные правоохранители. Проверили каждый орган. В Нововязке сегодня начал работу выездной центр здоровья. Это «Давича», продолжаем выпуск. От укусов клещей в Кировской области пострадали почти 9 тысяч человек. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 10 пострадавших заболели клещевым энцефалитом, ещё и 58 – баралиозом. Некоторым кировчанам сделали противоклещевую прививку уже после укуса насекомых, рассказали специалисты. Как показывают исследования, в этом году число клещей не превышает среднемноголетних показателей по области. При этом в городе постоянно обрабатывают в те места, где чаще всего отдыхают кировчане. Стоит отметить, что на территории детских лагерей и санаториев фактов обнаружения клещей не установлено. Бумажных уведомлений не будет. Со 2 июня в налоговом кодексе в силу вступили изменения, которые касаются физических лиц. Нововведений несколько, рассказывают специалисты. Первое – налоговые уведомления стали едиными. Например, если у человека есть недвижимость не только в Кирове, но и в других городах, уведомление об уплате пошлины придет одно. По этой квитанции человек может оплатить сразу несколько налогов. Второе изменение в том, что физическому лицу, у которого есть личный кабинет на официальном сайте налоговой службы, больше не будут приходить по почте бумажные письма об уплате налога. Все уведомления можно будет увидеть в своем электронном кабинете. Это удобнее, это не нужно надеяться на почту, это не нужно ждать продолжительное время. Человек зашел в удобное ему время, распечатал, и кроме того, половина тех, кто владеет своим личным кабинетом, они не печатают уведомления. То есть в личном кабинете есть возможность, посмотрев уведомления, проверив его, и согласившись с его данными, в электронном виде сразу заплатить налоги. Сегодня второй день в Кирове. Представители правоохранительных органов различных стран обмениваются опытом. Утром кировские кадеты показали заграничным гостям на практике, как помогают работе милиции и МЧС. А затем воспитанники колледжа полицейской ассоциации смогли пообщаться с приехавшими. Вопросов накопилось много. Например, интересовались, как работают законы в других странах, как успешно ли борются с коррупцией и сколько служат в армии. Политических моментов старались не касаться. Полиция, по мнению европейских силовиков, должна охранять правопорядок, а не быть оружием политических сил. Зато гости охотно отвечали на вопросы о нашем городе, что им понравилось больше всего. Как выяснилось, опыт кировских силовых структур впечатлил зарубежных коллег. А отдельные примеры они обязательно попробуют применить в своих странах. Мне очень заинтересовала предоставленная нам возможность познакомиться с ночными патрулами. Это очень интересная работа с обществом. Это придется нам тоже подумать немножко, как это использовать, вот этот опыт, хороший опыт русских коллег, тоже использовать в Чехии. Это, наверное, придется немножко обсудить. Без очередей и все ради профилактики. В Нововятске впервые сегодня начал работу выездной центр здоровья. В местном Доме культуры всежелающие смогли пройти комплексное медобследование в рамках проекта «Секреты активного долголетия». Под своеобразный медкабинет в ДК России был оборудован один из залов. Здесь всежелающие могли измерить давление, как глазное, так и артериальное. Можно было проверить кровь на сахар и холестерин, измерить рост и вес. Прием ввел также психотерапевт. Помимо медобследования, жители Нововятского района смогли посетить обучающие семинары. Темы были разные. И здоровое питание, и правила профилактики онкозаболеваний. А предшествовала этому большая агитационная работа в районе. На магазинах и в сети интернет были размещены объявления об акции. В поликлинике достучаться до человека, что профилактика – это важно, сложно. То есть в стенах поликлиники априори человек настроен на лечение, на диагностику. Если ему не выпишут кучу таблеток, значит, он зря посетил поликлинику. То есть там говорить о профилактике сложнее. В рамках дома культуры, в рамках каких-то центров активности немножко проще. Настрой пациента уже другой. Кировские легкоатлеты стали призерами окружных соревнований. С чемпионата и первенства Приволжского федерального округа, которые проходили в Пензе, спортсмены привезли 16 медалей – 4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых. В соревнованиях приняли участие больше 500 спортсменов в возрасте до 23 лет из 11 регионов Приволжья. Чемпионаты и первенства включали в себя несколько спортивных дисциплин. Взять золото кировчанам удалось в метании диска, толкании ядра, семиборье и беге на 3 километра. Сейчас спортсменам предстоит подготовка ко всероссийским стартам, ближайшие из которых пройдут с 20 по 23 июня в Чебоксарах. Таким был этот четверг глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Дайвича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА